здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня нас ждет очередной разбор очередного гостя канала супер а именно программы алена блин а это пластический хирург который делал пресловутые кубики нашему дорогому дави и в конце этого нашего разбора мы выясним все таки что на самом деле тимур думает о дави да он там буквально пару слов сказал но нам как профайлером я думаю хватит этих пару слов потому что между между строк мы прочтем намного больше кроме того мы разберем невербальные сигналы тела по которым мы в дальнейшем сможем если даже вы не получите на какой-то вопрос ответ то вы сможете спокойно перейти по ссылочке под этим видео на само интервью и в общем то посмотреть уже с помощью тех ключей которые я вам дам в сегодняшнем эфире ну давайте будем приступать к работе что-то я долго говорю уже целую минуту а время как говорится ценное ценный ресурс и так первый фрагмент давайте посмотрим на торжество нашего сегодняшнего героя как он его выражает и так невозможно очередь очередь небольшая поэтому сегодня вот закончили поздно и приехали к вам почти практически в ночь сниматься с вами я безумно люблю хирургию безумно люблю дело которыми занимаюсь вот и наверное торжество у него выражается тем что он поднимает челюсть вверх и идет вот это вот улыбка причем знаете улыбка она в общем-то похоже и на презрение да но только единственное что презрение вот чем отличить настоящую улыбку от презрения в улыбке участвуют глаза в презрении просто растягиваются уголки рта а либо вверх либо в стороны либо вниз но вот в улыбке там больше даже участвуют глаза а в презрении больше участвуют рот вот так вот можно распределить но вы знаете в общем то когда человек говорит о своих заслугах он в общем то признает то что он красавчик то что я достиг до достиг как в высшей точке этой пищевой пирамиды да и вообще я я классный поэтому в общем то это и презрением можно считать но опять таки корни то в общем то одинаковые но здесь мы именно вот отслеживаем его торжество идем дальше ну я как отношусь к своим пациентам для меня вот каждая пациентка эта звезда понимаете потому что все равно же наши звезды они даже чуть-чуть челюсть опускает как бы преклоняется перед пациенткой да он иллюстрирует это это лицо это их тело и так далее так далее но тут мы видите и через бог немножко то есть любуйтесь моей челюсти то есть вот эти вот манипуляции с челюстью они как раз и говорят о том что посмотрите какая у меня высокая ну то есть я борец я красавчик да а потом полюбуйтесь моей челюсти это я этой этим инструментом я добил добился своего успеха как бы говорит его тело инк когда они ко мне уже все начали приходить у меня уже была очередь там здесь конечно же не верьте той печальки которую он он нам сейчас пытается показать потому что все остальные жесты здесь противоречат печальки посмотрите вот усиленно натягивает брови на печаль куда вот эти бровки домиком это и есть эмоция печали кстати вот я сейчас уже последние штрихи у меня по курсу эмоции вот-вот я его выдам на гора потому что но оказалось работы очень много я все свои стримы перелопатила на эмоции да поэтому очень рекомендую да под видео есть ссылочка на этот курс но смотрите вот это вот печаль когда как бы сначала верху лица печаль когда ну челюсть так просится наверх до улыбка тоже просится и поэтому приходится поджимать губы чтобы не заулыбаться и откровенно не заржать но это уж я совсем свое мнение но умейте ввиду вот если вам включают вот эту печаль q а при этом нижняя часть лица говорит об обратном не верьте не верьте этой печали печаль совсем по-другому делается год-полтора я был довольно успешным хирургом понятно не не было такой популярности не было такой известности и конечно же не приглашали на вот видите теперь он отпустил все таки лицо и пошла улыбка расслабил лицо и пошла улыбка уже как бы можно еще знаете он когда хочет показать свое уважение он склоняется вот когда он говорил про пациент тогда что каждая из них королева и сейчас калене блин он с комплиментом и немножечко склонил голову то есть ну такой жест уважения трюк алене блин вообще радоваться краскам а это все изнутри идет это все наша гормональная вот эта система который можно управлять эту волну наклон в бок то есть полюбуйтесь моей челюстью я же это знаю я же красавчик негатива который он пустил меня но к ему вернулась а я дальше расту и развиваюсь понимаете то есть это мы челюсть опять вверх еще и на бок то есть полюбуйтесь мной я даже не обратил внимание как на меня летел удар 17 лет закончила один из классов и собрал сумочку и поехал в другой город там самарканд километров 200 наверно а вот в конце он тут немножечко облизал губы и к этому мы перейдем теперь плавненько к нашим губкам да а что касается губок губки у нас отвечают за чувствительность это как подушечки пальцев до тактильные ощущения если мы облизываем губы то мы либо хотим что-то попробовать на вкус до губы это вот еда пища она через губы проходит это последний рубеж который определяет холодно горячо до или там кисло сладко но вот вот это вот губки в первую очередь они берут на себя эту миссию до чтоб не обжечься например и если человек облизывает губы то он готов попробовать на вкус ему это вкусно он предполагает что это будет очень вкусно и надо подготовить губы то чтобы они провели тщательный анализ того что пойдет в наш голодный ротик да по поводу ротика я рассказываю на бесплатном занятии по физиогномики и в общем то под видео там вы найдете ссылочку на подарки вот это будет та ссылка или или подпишитесь просто на канал я периодически провожу бесплатные занятия и там рассказываю про рот и про все остальное сейчас чтоб не тратить время значит а понимаете да губки это у нас отвечают за вкусно и давайте смотреть что для него действительно вкусно к этом большой такой мотивационный шаг видите вот про мотивационный шаг то я всегда считаю то что финансовая должна быть энергетика сто процентов вот на самом деле он уже будучи в отношении вот по поводу финансов тоже вкусно тоже хочу и них записывался узнавал на жизнь тоже определенная очередь вот то что есть очередь ему тоже очень нравится кстати к дави мы вернемся в конце занятия обязательно не забывайте склонности предрасположенности генетика и куча 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 всего интересного в медицине есть смотрите здесь идет с демонстрации челюсти облизывание губ то есть смотрите какой я красавчик я это знаю и мне это нравится изучать вот что сказала сейчас его тело то есть мне это нравится познавать вот каждый каждый вот этот элементик хочется пробовать на вкус обсасывать не знаю там получать вот эти все тактильные ощущения то есть вот губки это про это дальше следующий фрагмент а теперь давайте перейдем на то что страшно да ну раз мы так вот прям маркеры его поведения рассматриваем давайте смотреть дальше я вообще на самом деле не разрешаю там неважно блогеры медийной личности раскрыть и вот когда вопрос касается страшно то челюсть идет вниз идут отталкивающие движения руками разного рода но они все идут от тела от ну то есть от отойди от меня об операции до операции потому что создается некое такое энергетическое поле вот которые все равно может я очень верю сильно в энергетику вот эту всю историю типа ну могут сглазить грубо говоря вот и что-то может пойти немножко нет что происходит сейчас в мире сейчас самая главная ценность это что это здоровье коронавирус нам хорошо об этом напомнил видите акцентирование внимания поднимание бровей это как раз акцентирование внимания да действительно сейчас мы все поняли что самый главный ресурс это здоровье и он сейчас об этом говорит на этом акцентирует внимание но дальше смотрите он показал всем не важно сколько у тебя денег какой видите челюсть вниз отвращение к отвращению мы на следующем фрагменте подойдем подробней но здесь чуть-чуть была социальный статус еще кто ты такой кого ты знаешь перед как говорится коронавирусом все равны и мы потеряли очень много людей которые были состоятельные были как грубо говоря и умные и так далее да ну как я обещала следующий фрагмент про отвращение да то есть про страшно понимаем да следующее отвращение про отвращение кстати я тоже на бесплатных занятиях говорю и если вы хотите чтоб я провела если кто у меня много новых подписчиков и вы еще не видели бесплатных занятий то не знаю в комментариях напишите там плюсик какой-нибудь чтоб я знала что уже пора проводить я периодически когда вот набирается больше людей я тогда провожу эти занятия а да значит а здесь у нас про отвращение отвращение уже кто со мной давно на канале те уже знают про отвращение кто еще недавно те ставим плюсик я вам позже расскажу просто сейчас опять-таки не хочу тратить на это время давайте смотреть карма забирает в общем что-то не заживать будет что-то будет криво что-то будет косо поэтому я про это вот смотрите в замедленной съемке вот это отвращение мы помним отвращение это собачий мускул который приподнимает немножечко верхнюю губу и демонстрирует но демонстрирует клыки но естественно все мы отвращение показываем по-своему да и вот в данном случае мы рассматривая этого героя понимаем что вот это вот именно это отвращение у кого-то это сильнее получается у кого-то слабее но все равно если мы видим при поднимании верхней губы но там еще могут быть сигналы и другие дополнительные но самый яркий маркер это при поднимании губы и здесь мы его четко видно как бы я знаю что очень много хирургов очень много с клиник специалистов вот еще раз отвращение посмотрите на на других хирургов конечно же но это неудивительно в общем-то до конкуренции это понятно и здесь я вообще сегодня меня подписаны они мониторят они но многие хотят повторить этот успех сушь на самом деле может и пытается строить наверное мне очень долго мне про отвращение и брови вверх то есть такое знаете удивление брови вверх это акцентирование внимания это удивление но вообще как это приглашение поудивляться вместе со мной то получается поднимая брови мы как бы слушателей приглашаем а посмотрите как это интересно и сразу у людей срабатывает цепная реакция и все думают опа раз он удивился значит это интересно да и все присоединяются к этому любопытству да и вот здесь конечно же получается он таким образом нас привлек на свою сторону поудивляться вместе с ним да вот смотрите как интере и с отвращением да но конечно же ну посмотрите какие они да какие они никакие в прошлом году или позапрошлом году на меня был такой заказ в плане инстаграма мне просто его блокировали блокировали удаляли там мы только откроем три минуты я не успевал stories выложить меня просто банили но я понимал что это люди разговоры ходят слухи же такая история и конечно многие не воспринимали сначала не не воспринимали потом смеялись потом начали присматриваться вот да вот посмотрели мы отвращение дальше давайте смотреть следующий фрагмент что у нас еще реакция на какую-то негативную информацию да вот как опять таки можно сказать что еще раз испуг до кое сейчас секундочку а где у меня зарядное устройство сейчас секунду 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 sorry 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 надеюсь что все работает да я забыла компьютер подключить к зарядному устройству да значит а теперь следующий фрагмент вот опять таки испуг еще один вариант испуга так это у нас так вот здесь давайте включаю вот если тебя выкладывает пульсовский хирург тонн скидку дает нет я вас прошу смотрите а вот здесь вот очень интересно он показывает такой жест во первых отклоняется до отклоняется это знак испуга да когда вот и на нас какая-то опасность надвигается мы в первую очередь пытаемся убрать тело от опасности до этого время драки например когда кто-то хочет ударить мы отклоняемся да и сейчас он как раз и демонстрирует что он отклоняется а потом смотрите нарочито сильно сводит брови когда сводятся брови это у нас этот гнев это но он как бы показывает гнев показывает отвращение кстати о отвращение тоже в общем то могут сводиться брови поэтому может быть он прям усилил это свое отвращение но они тоже довольно негативные обе реакции до реакции на опасность вообще все реакции которые он здесь демонстрирует страх отвращения не страху и простите а гнев отвращение и отклонение это реакция на стресс и получается что вот только за заикнулись о том чтобы там скидку какую-то но для него это вообще неприемлемо он вообще это не рассматривать для него это страх для него это та зона куда он не пойдет ни под каким предлогом но видимо имеет на это ну какой-то но наработал это право тоже так посмотрели нет и молодой грит ты наверно не потянешь к это как он работу искал мужа нашли там взрослых дяди которые справятся этим вопросом и их отправим обучиться учиться а вот здесь за медленные съемки посмотрите отклоняет отклоняет корпус колени трогает колени это гордыня колени это чувство собственного достоинства он поглаживает то есть сейчас он понимает что в общем-то ну тогда до ударили по его гордыне но сейчас он поглаживая как бы успокаивает свое чувство собственного достоинства руки слишком напряжены действительно ему сейчас это ну вот получается что учит ну вот вот эти вот напряжение в руках говорят о том что все таки он это еще переживает ну еще эмоции в нем живы и напрягает губы сжимает губы презрение вот смотрите как он отклоняется и видите как губы напряглись а вот здесь особенно поджимает губы да вот вот прям отклоняется не только корпусом но еще и лицом вот это прям знаете чувствуется что это очень тяжелые воспоминания но действительно он там рассказывал про то как сложно было ему найти эту работу в которой он оказался просто сейчас он себя показал высший пилотаж можно сказать до пластической хирургии но так как он начинал конечно же он там в кальянной работал но мне было довольно интересно послушать послушайте обязательно это интервью под видео я обязательно оставлю ссылочку давайте следующий фрагмент смотреть как он еще реагирует на информацию от которой хочет убежать вообще вот когда человек пытается убежать пытается спрятать хоть какую-то часть своего тела это уже сигнал того что ему очень что-то не нравится это каждый из нас делает по-своему ну давайте наблюдаем сегодня за этим героем поэтому наблюдаем как он пытается убежать от какой-то информации ну вот и яна рудковская знаю у вас было недавно тоже себе уменьшала грудь и она кстати это скрывала слушай ну пока с вами сочилась информация зря просочилась разве конечно но не знаю не знаю я на я я на в принципе она очень такой же честный человек и нас аудитории своей очень честная видите как он отступает ногами на этих словах вот на самых такие ну вы обратили внимание да когда он говорил а сейчас я надеюсь что видно у меня просто перекрывает вот этот ползуночек и здесь смотрите как интересно вот про аудиторию яны он еще за коленку себя держит получается это про гордыню то есть я вот про тебя яна ну не боится своей аудитории вот 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 что говорит его жест я не нашла ни одного существенного наверно плохо искали есть здесь ну как это по поводу негативных отзывов и смотрите он здесь он уже заволновался чуть больше посмотрите он добавляет опору ногам сейчас немножко отклоняется и отсаживается они ну я же не не знаю не какой-то там таких громких историй когда бы вот кого-то изуродов и но можем осенние видите как переступает ногами вот прям берет опору ногам и и вот прям ерзает на стуле его конечно же это пугает да и пытается он от этого уйти но вот смело молодец он прям очень хорошо сказал плохо наверное искали но с чувством юмора но когда человек не боится говорить о своих возможных недостатках это о многом говорит когда он не закрывается это действительно взрослая позиция вот в этом плане мне он очень импоти импонирует и ну в общем то как вы заметили я сегодня ничего плохого а герои не сказала в общем то я его но у меня не было возможности его хорошо изучить да и поэтому я сконцентрировалась чисто на языке тела да кстати в комментариях напишите как вам такой формат когда я не включаю свои эмоции да не не даю оценок на именно вот мы проходимся по сигналам тела но как я вам обещала что я вам дам ответ по поводу давы да по поводу того как он относится к дави давайте смотреть следующий фрагмент вот и это было нет не связанные два события расставания соли и его операции а вы подружились не вообще он лично рассказывал почему он вообще-то решил сделать что его может быть ольгу не устраивало что-то в нем да нет у них в отношениях было все в порядке и они как бы а вот здесь вот я ему совсем не верю посмотрите человек оказался между двух огней вот здесь вот тот момент на который я хотела бы обратить всех вас внимание потому что от самих участников ссоры всегда но у каждого из них есть свое мнение да и они его отстаивают с пеной у рта на самый самый лучший источник информации это тот те люди которые знают этих людей до получается из третьих рук но со стороны как правило виднее да и вы отлично это понимаете да что со стороны любой конфликт виднее и часто в конфликте очень важно вот эту трезвую голову включить и отойти немножечко от конфликта да и посмотреть с другой стороны не не из того вот как и не из той кастрюли в которой все варится отойти от кастрюли посмотреть что происходит да вот здесь вот как раз тот человек который наблюдал за этой кастрюлей со стороны и давайте внимательно смотреть ну во первых сразу в глазах читается испуг испуг да он оказался между двух огней сейчас что не скажи все может трактоваться ну по-разному да и ну такие как мы с вами наверняка он понимает что будут его читать дальше и смотрите выставляет лоб я вам ничего не скажу да я не отступлю позади москва а дальше говоря позитивные вещи качает головой нет и замер вот на этой эмоции тут даже он не полностью замер а фишка в том что он продолжает выполнять эту эмоцию говоря уже другие вещи мати качает головой продолжает качать головой вот она в начале фразы может и было уместно вот это ему ну вот это качание головой нет да но до конца фразы она не должна была доходить а доходит она в том случае когда человек волнуется и боится выдать лишнюю информацию когда человек замирает вот этот покер фэйс делает для того чтобы его не прочитали вот это вот тоже своеобразный покер фэйс он да ну постарался как то не просто сидеть с каменным лицом а как-то изобразить эмоцию но эмоции не поспевают за тем что он говорит и вот в этом как раз и есть фишка по которой можно опять-таки ловить на слове и корпус уходит назад давайте вот сейчас за медленная съемка корпус смотрите идет назад продолжает качать головой в глазах видите глаза немножко расширены и ну такая тревога в глазах до печаль даже вот вот здесь вот она печаль больше да потому что но действительно это не его тайна ему страшно эту тайну открыть и в общем то то что он сейчас говорит скорее всего это не совсем правда это ну вот то что надо сказать чтобы ну не поссорить те стороны или не оказаться крайним в каком-то конфликте да получается ему есть что скрывать он знает что сказать но сейчас вот эта заготовленная версия которая он понимает что не выдержит никакой критики но ему это надо проговорить понимаете вот как ловить что называется нам в общем то с точки зрения именно изучение да как как ловить на слове как ловить лжецов вот вам пожалуйста это пособие давайте дальше смотреть видите мы с ним да действительно очень близко общаемся довольно хороший светлый парень вот слово довольно таки о многом говорит и мы по у меня есть разборы да вы и там мы с вами видели что он дружить то не умеет дружит только с теми с кем угол удобно ему но и так далее там много-много таких вещей продавал мы с вами на выясняли еще в те времена когда он был с олей я когда-то вздуру сделала разбор что они скоро расстанутся и после и сначала выслушала очень много хейта в свою сторону а потом когда уже это произошло это вот буквально за месяц до до того как он они расстались он там дал интервью я увидела что действительно они у них там все вот его тело говорит о том что недолго им вместе осталось да если хотите вот я под видео могу ссылочки на набросать вот на разборы давы и вы поймете о чем я говорю у меня на канале я вот только сейчас стала делать эмоции выяснила что у меня тут почти 500 роликов ужас просто сама иногда не нахожу нужные ролики но кстати если интересно в ю тубе есть вот такая знаете лупа и там забиваешь имя и сразу выходят те ролики на те темы которые интересно это так это я недавно у себя обнаружила с вами делюсь да значит все-таки вернемся получается что он говорит довольно таки светлый человек вот если вот эти приставочки присутствуют то это ну вы понимаете что это для связки слов потому что сложно подобрать слово которое ну ему хочется позитивное слово но вот прям полностью светлым человеком он его не назовет потому и отлично я понимаю что он умеет разбираться в людях в общем то ему надо и быть отчасти психологом до когда ну там может быть кого-то и надо отговаривать от пластической хирургии и он об этом тоже говорит да поэтому я его отлично понимаю и мы с вами тоже понимаем что на самом деле не так уж радужно все это отношение к давида как бы 10 минут как бы да как бы светлый но с таким с большим люфтом да что называется дальше видите вот замедленная печаль отклоняется голова растерянно что сказать как сказать да то есть подбирает слова сложно ну вот и вот это вот вставочка она понятно а поджимание губ и дальше идет прям сглатывание да вот после светлого человека идет сглатывание и дальше вот этот вот жест это просто вы знаете вот кладезь я еще вам его не показывала но он очень показан ну такой классный вот я из-за этого этот фрагмент и взяла смотри всем и старается добиться чего-то в этой жизни в этом нет ничего видите движение наперсточника это ну это это показывает да он крутится да он крутится как может да вот получается ну может не всегда честно может не всегда правильно но но крутится да он крутится как и все мы и вот это движение наперстать ну вот как вот вот это вот движение как бы разбрасывание до разбрасывание но это как раз вот иллюстратор того что человек пытается быть на плаву пытается где-то где не знаю схитрить где-то что-то купи продай да но конечно не не в прямом смысле но вот этот жест он о многом опять-таки говорит поэтому как бы в данном случае человек сказал в основном позитивные вещи да что ничего плохого а дави он не сказал но между строк тут много таких вот нюансов и особенностей которые говорят о том что все таки не все так хорошо не все так радужно в этом светлом образе да вы да действительно сейчас он стал заниматься своим пиаром он там я не знаю насколько искренне думаю что вряд ли но занимается благотворительностью и это это хорошо в общем-то пусть даже он там будет каким-нибудь мерзавцем но если он занимается благотворительностью это уже дает ему и индульгенцию да и вообще это дает ну вот какое-то уважение да это уже хорошо это уже огромный плюс но что касается вот человеческих качеств то ну вот вот так вот да мы с вами все поняли между строк и нам как говорится повторять не надо ну вот на этом я и хочу завершить наш разбор а единственное если вам интересно я там какое какие вопросы не успела просто рассмотреть я хотела быстро сразу по горячим следам выпустить этот разбор поэтому можете посмотреть в интервью я вам дала ключи с которыми вы можете смело двигаться но уже на самой интервью и смотреть его там не тайм-коды я у себя тоже надеюсь что успею поставить но в общем желаю вам хорошего настроения желаю вам всего самого доброго теплого светлого разбирайтесь пожалуйста в людях подписывайтесь на мой канал ну в общем что еще не забудьте лайк поставить кстати этому видео за мою скорость за то что я вам вот так сегодня дала чисто физиогномику и профайлинг и не нагрузила своим оценочным суждением и напишите в комментарии как вам такой формат но надеюсь я не сильно своего мнения вам сегодня добавила или может быть побольше моего мнения надо пишите в комментариях я все читаю я все читаю очень внимательно до люблю вас всех очень очень сильно пока пока